Привет, друзья! С вами канал Просто Детки, и у нас продолжение обзора игры Angry Birds Epic. Сразу вот сейчас проходит событие, безумие там радужное, получается шанс выбить радужную вещь увеличивается в общем в 5 раз. И мне улыбнулась удача, я на реда довольно таки неплохую вещичку, ну как для моего уровня, оторвал уже. А сейчас покажу, там чуть ли не в полтора раза больше атака, чем вот была. Смотрите какая палочка красивая. Причем блин, это что коллекция получается? Кстати палка и щит. А ну-ка, я сейчас гляну, что это за палка такая? А как глянуть? Блин, вот она, вот она красавица. А как на нее посмотреть? Вот, вещь из комплекта, зуб дракона, ух ты, ну да, уровень 15. А с шансом 45% дополнительно нанесет 50% урона случайному врагу. То есть, особый бонус, видите, вот она. Это вот это вот, когда они вместе стали. То есть теперь, я думаю, у меня сила вообще там так конкретно увеличилась, именно вот на арене воюю, там, чуть ли не почти 100 тысяч, за счет того, что собрался, кажется, комплект. Класс, супер. Так, похвастался, в принципе, хватит. А сейчас еще раз повращаю, а вдруг получится? Так, в очередной раз пожелайте мне удачи. Ну, конечно, не может два раза подряд, прям за счет, что хорошая выпасть. Но все равно, видите, на бомба вещичка получше. Щиток такой какой-то прикольный. Так, ну, я собираю на какой-то класс себе получше, поэтому пока монетки не трачу. Хотя, вот, конечно, можно было. Так, то же самое безумие же действует радужно и для арены, да? Так, здесь, в принципе, тоже, видите, дела мне неплохо, все задания выполняю. Единственное, что попался соперник какой-то, блин, такой какой-то злой. То есть, я раз там не смог выполнить задания, у меня просто класса такого не было, а он выполнил за 3 тысячи задания. В итоге он меня опережает, блин. Ну, вот какие вот пироги получаются. Остальные, видите, там далеко позади. Причем, два игрока с одинаковинниками, прикольно. Так. Так, здесь тоже повращают. Нет, не помешала здесь какую-то радужную вещь. Но нет, ничего новенького, к сожалению, да? Ну, зато вот этот ползунок по центру заполняется. Когда-нибудь там, в общем, когда повыше у меня уровень будет, радужные вещи все-таки получу для своего флага. Так, с этим разобрались. Ну, чуть-чуть там улучшил одну из птиц. И пойдем дальше по сюжету. Впереди нас ждет, надеясь, сундук. Ну-ка. Что у нас там за уровень? Нежить восстает через 2-3 хода после смерти. Какая-то смешная сила у нежити. В принципе, давайте я вместо бомбы возьму Чака. Ну, короче, пока без разницы, кем играть, я думаю. Так. Что скажете? Конечно же, щиток накидывает. А, стоп, это ж не то, не то, не то, не то. Я забыл, что тут раньше я щит накидывал на всех на несколько ходов, а этот щит на один ход, как бы, не знаю. Не такой уж он и крутой, как надо. Лучше бить Рэдом, тем более у него ж помните, да? Сильный такой удар. Ух, взял так и клипанул, так клипанул. Опа. И можно, в принципе, вот так вот. Все, остался один. Одна нежить, один свинь. Уже он, в принципе, и так мертвый, да? Мы помогли еще раз умереть. Вот и все, да. Так вот, балансировалась мощь слабенькая у свиней. Так у меня получилось. Это странно. А, вроде с сундуком, кажется, точка. А, сундук не здесь. Ух ты. Ух ты, класс. Так, подождите. А, здесь сундук. Я думал, сундук под этой точкой будет. Или мне его сейчас просто бесплатно дадут? А, сейчас проверим. Там, кстати, вот еще одна точка с ресурсами. Хорошо. Так, как мне взять сундучок? О, монетки. Опыт. И чертеж какой-то. Ух ты, интересно. Так, 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 так. Давайте возьмем ресурсы. Что мне там выклевывают? Колбы всякие. Кораллы там, звезды. А, неплохо. Так, хочу узнать, что же это за чертеж такой был интересный. А вдруг что-то ценное. Хотя вот из этих вот скопилок выпадают намного лучше вещи, чем вот чертежи. А, вот он, видите, для Реда, да? То есть слабее, чем моя палка. Вот он, конечно, с коллекции. О чем, кажется, речь? Так. Ресурсы вот. А, кстати, выиграл из сундука вот этого аренного какой-то ресурс. Ресурс. Энергия. Наложение чар. Базовый ресурс. Нельзя изготовить, коснись предметы и удерживая, чтобы узнать подробности. Могучий ресурс для наложения чар. Местонахождение арена. Что это такое? Я не знаю. Я такого раньше не встречал. А если кто знает, расскажите, чтобы я знал, к чему мне быть готовым. Вот этот сундук, который за 25 тысяч опыта открывается. Сезонный. К сожалению, следующий за 150 я уже точно не успею, кажется, собрать. Потому что мало времени. Если бы я сначала сезон играл, то, может быть, и успел. Но в следующем сезоне, надеюсь, успею. Так. И плывем дальше. Там вот уже, кстати, скоро яйцо, да? Следующее, наверное. А свинская мощь. Видите, как у меня сила увеличилась? 244. А если поменять вот так, то вообще... А. Ну да, 254. Потому что вот комплект для Реда собрал. О, призраки. А, тут несколько волн. Ладно, разберемся. Ох ты, как я их сразу хорошенько так, да? Да. Тут даже с ними вообще даже и возиться. Нечего. Сейчас Чак их всех добьет. Ну, только перед этим Матильда полечит всех. О, молодец, все, заряжаешься. Так, давай, давай, давай. Опа. И, наверное, даже сначала Ред накачает Денгинона. Ой. Я думал, Ред накачает ярости. А потом Чак добьет и еще накачает ярости. А получилось так, что, в общем, некого уже качать. Так, продолжаем. Пока вот тогда силы у меня в два раза больше, чем у свиней. Проходить это на удовольствие. Но дело там в том, что я вот в паузах между обзорами воюю на арене. Там поднимаю опыт, получаю вещи, улучшаю. А мне вот прохождение очень помогает. Кто там на меня плюнул? Так вот. Отлично. Так, давай, ты полечишь сейчас всех. А ты всех добьешь. Молодцы. Я вот не помню, в прошлый раз я, наверное, даже сюда не доходил. Так, по сюжету. А может, и доходил. Но помню, что мне было очень тяжело. Хотя на арене я тоже воевал. Ладно. Ой. Почему что-то так вот плюнул? Да ладно, давайте. Я Чаку люблю за вот эти и вот эти серии. Видите, вот с перцом. То есть, уже почти выиграл. А, дело в том, что они же там будут сейчас перезарядка. Но они не успеют. Они не успеют. Так, нужно полечить. Чтоб вот потом больше очков было. И вот так добить. Класс. Вот и вся волна. Замечательно. Ну, в принципе, тут мне ничего сильно важного такого нет. Не повезет, да не повезет. Я вообще за интересы как-то не переживаю особо. А другое дело там, когда вот опыт там и чего-то... Ой, и тут, слушайте, поставили, блин, замок. Вот это он допросит. Слушайте, я его куда-нибудь словлю. Я с ним такое сделаю. Получается, мы вообще теперь еще куда-то плывем. Нет, я сто процентов сюда не плавал. Я не помню этого. Вот в старых своих роликах, которые там... Четыре года назад были. Я сюда не плавал. Хотя там было больше именно обзоров. То есть я просто медленнее проходил, наверное. Как-то совсем слабенькая какая-то мощь. Аж даже как-то смешно. Смотрите, одна волна. Так, с кого начинать? С тебя? Да, в принципе, тут с кого не начни, они все слабенькие почему-то. Или-то я просто откормился, слишком сильный стал. Видите, они заряжаются. Как бы, они не заряжаются. Мы им это не дадим сделать. Просто, видишь, все. Вот и все. А? Вообще... Вообще, атака, смотрите. Ну, конечно, три звезды. По-другому быть не могло. То есть, прибил их там со второй волны. Сам-то это абсолютно целый остался. Они даже ни разу мне не стукнули. А, тут сомнений быть даже не могло, что вот будет троечка. А, корабль-призрак. Пройди подземелье, получи кучу пятачков. Доступно каждый вторник. О, хорошо, да. То есть, у меня понедельник открыт, теперь вторник. Ну, как бы, сейчас вот уже далеко не этот день, поэтому я не могу это пройти, да? Это вот у нас есть это подземелье, да? Корабль-призрак. Шикарно. Можно получить пятачки. Жалко, что нельзя вот сегодня как-то его открыть. Не, может, там можно как-то за деньги, но зачем? А это мы, получается, сейчас вокруг оплывем и все равно сюда вот к нему доберемся, да? Идем дальше. Почему они такие слабые, я не пойму. Вы помните, там были он уже по 200 силы у них, кажется, вот. А, ну, тем лучше. В принципе, за один обзор я пройду больше уровней, потому что когда уровни были сложные, вот, там я за один обзор проходил там 4-5 уровней максимум. А здесь, наверное, у нас десяточек уровней пройду, посмотрим. Не будем загадывать. Может, там впереди ждет что-то очень сложное. Эх, обессилели мне Реда. И даже лечилка ему не поможет. Опа. Так, не трожь птиц. Они мне еще нужны, еще две волны впереди. Опа. Класс. И еще я раздавлю сюда. Отлично. Перец почти заряжен. Мне он уже этих монеток 3 тысячи с чем-то. Можно что-нибудь и купить за них. А что за них вообще покупают? Ну, рецепция, я там, помню, покупают. А что еще? Так, я перец не буду использовать. Зачем? Я, в общем, оставлю его на третью волну, чтобы с проходняка там сразу все решить. Смотрите, всех ослабили. Ну, вы даете, а? А вой-вайк-то кто будет, если вы все ослаблены на реке? Опа. Так, один уже все. Отправился. Подальше. Так. У него три хода на респаун. Естественно, он не успеет это сделать. И вот так. Птицы целенькие, как только в бой зашли. Ух ты. Не зря я оставил перец. Блин, а они, видите, они же у меня атакованы пониже на плохо. А я думал, что после предыдущей волны, в общем, они как-то там восстановятся. Вот, шикарно. То есть, Матильда бьет этого, а он потом там в конце входа добьется. Даже не правда бьется. То есть, все, босс, мазай. Так, полечу-ка я еще раз свои. А, просто так, чтобы было. И спокойно добью. Может, они какую-то там пилипы проглотили, эти синие все, что они слабее стали. Потому что реально очень легко стало проходить. Вот, по-моему, в прошлом или позапрошлом обзоре было довольно-таки сложно. О, опять. Подарочек самый хороший. Не могу же я так круто вырасти. Резко вот. В принципе, так. Каждый день захожу, вращаю колесо. Вот это вот. Не колесо, а... Ну, розыгрыш вещей, да. Поэтому каждый день какие-то вещи улучшаю. О, вот. Наложение чар. Только хорошо я рассматривал вот эти вот жетончики. Прямо сейчас увеличить силу атаки или здоровье снаряжения птиц или частей флага. Ух ты, класс. Смотрите, вот захожу сюда. Я как в воду глядел, да? Спрашивал про эти вот жетончики. Нажимаю на реда. Оружие. Вот. Вот чары, да? А, сундук. Добавить. Один уровень. Плюс пять. За вот эти какие-то кристаллики, да? И десять монет. А откуда они кристаллики берутся? А, ежедневных этих даются. Хорошо. То есть у меня и так было хорошее оружие у реда. А, вот оно как, кстати, плюс один. Вообще шикарно. А еще можно? Не, но я злоботреблять не буду. Почему? Да потому что... А, вот плюс один можно зарядить по максимуму теми ящиками, да? А, вот это для чего? Подождите, а это... А, это сразу. Вот видите, сферы как сильно заряжают. Вообще. Это если нет, типа вот ящиков, то можно сферами. Дело в том, что слишком много этих кристалликов. А как их добыть вообще? А, понятно, осколки. Они, либо вот я каждый день захожу в игру, вот получается, там дают их иногда. Либо вот, может где-то выигрывать можно, не знаю. Я не буду пока зачаровывать. Зачем? Потому что вещь скоро... Раньше не было таких вот значков. И вещь скоро может устареет, как бы, а я потрачу все ресурсы. Нет уж. Я лучше потом, когда-нибудь там, не знаю. В будущем накоплю целую кучу там, и потом, в общем, лучше. Вот так я люблю. А пока вот если я слишком легко проходил, зачем мне еще сильнее становиться? То есть это будет совсем уже не смешно. Так, и сундучок есть, да? Монетки, вот чертеж. Блин, раньше не могли дать. Мастерство повышено. Хорошо. Идем дальше. Вот уже скоро, кстати, будет башня. Ну вообще, 93 сила. Ну почти в три раза меньше. Так, с кого мы начнем наше избиение? Хрюшек. Так. В принципе, с кого угодно начнем. Ага. Все заряжаются. И ты еще зарядись. Нет, ты не захотел заряжаться. Негодяй. Негодяй, негодяй, негодяй. За это ты будешь наказан. Вот так тебе. И вот так. Ну пожалуйста, сделать так, чтобы он не ударил. Опа. Все, класс. И ты заряжаешься. Ну красавчик, слушай. А, он типа полечился. Жизнь не сорвал, да? А ну-ка, это дар своей палкой, которая улучшенная к тому же. Да, явно у них силы маловато. Так, теперь вопрос, где набрать этих осколков. Если кто знает, как легко заработать осколком, вот этих вот, для улучшения оружия, то вот посоветуйте, пожалуйста. То есть ящиков там на карте добыть не проблема. Заходи на одну и ту же точку. Ой, идут ворота. Да ну вы прикалываетесь. О! А, он их переставил просто. Ха! Класс. Ну все, вот ты попал. 177 сила. Ни о чем. Так, а вот я жаловался про маленькие лёгенькие уровни. Короче, пять этапов получай, да? С пять этапов это просто банально долго проходится. То есть, это не будет сложно, это будет просто долго. Вот главное, этот огнесвин, короче, да? Огнесвина маха. Так, как-то пытается на меня зарядиться. Ну все же понимают, да, что у меня вообще ничего не получится. Так, могу даже полечиться немного, вот так как бы там... Сильно меня не трогали. Ты тоже посмейся. Смеется тот, смеется последним. Опа, и все. Своей супер-упер улучшенной палкой. Так, ого, у них тоже, у них кости вместо оружия, да? Ничего, сейчас мы им устроим проверку. Я думаю, моё... Моё копьё этот... Намного лучше, чем их не палки. О, молодец. Что на него накинуло? Какие-то сферы крутятся. Знать бы. Так, ладно. В принципе, давайте я ещё впереди. Три этапа, так что я ещё не раз впереди дороги. Поэтому сейчас можно вот так спокойно взять и добить эту волну, чтобы не тратить время, в принципе, да? Отлично. Так, следующий этаж. Это же башня. Это же точно, вот почему башня. Мы же башней поднимаемся по этажам. Так, а вот эти вот трое... Трое бьют, конечно, сильно. Но, как бы, мы тоже можем губнуть. Так, я, как всегда, главного бью. Ну да, вот они три удара делают. А, он лечение направил. Красава. То, что доктор прописал. Пока вы будете лечиться, я, короче, там уже сделаю из вас убивную. Вот и всё, главного нет. Так, нужно, наверное, всё-таки... Реды полечить немного, а то, чтобы они там разошлись. Я думаю, он и без перца нормально всё сделает. Так. Опять нежить. Ну, блин, надоели. Так, в это его... Я уже сейчас, наверное, не буду перец использовать, иначе я к следующей... В следующем, последнем этапе попаду. Сразу вот их прибью, без перца, без ничего. А так, вот они там пока заряжают, смотрите. Короче, ничего мне не грозит. Давайте я полечу всех. Так, ну и что, 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 что? Наверное, этого нужно убить, вот. Чтоб он не кастанул ничего там лишнего. Вот и всё. Как по нотам. Когда у них там сила раза в полтора меньше, чем у меня, то, конечно, легко проходить. Так, ну что? О, вот ты. Вот ты. Ну, пожалуйста, спусти с неба на землю. Что такое? Что ты творишь? О, всё-таки мы с ним будем. Слушай, ну ты попала. Ага. Ну ты попал. Можно запомнить этот момент. Как я ему наваляю. Ого. Уже треть жизни даже больше ему снял. Так. И ещё. Короче, половина жизни ровно за первый ход. Что он там на себя направил? Мммм. Кажа жизнь. Да вообще, пожалуйста. Без проблем. Хоть кради жизни там и хоть их там консервируй. Тебя это не спасёт. Ого. Он пока зарядится сейчас. Ему уже там хана будет. Ну, конечно, не прям сейчас. Но могу не добить вот. Жалко. Не хватит буквально там. Какой-то капелюшенький. Блин. Что он там делает? О, да. Ну, придётся, в принципе, полечиться. Красавец готов. Был бы перец немного раньше. А, не понял. А, он же ударил, получается, и полечился, да? А, ясно. Давай, зарядить ещё раз. Ха. Короче. Пока он там кастовал. Всё. Я его грохнул. Наконец-то мы его наказали. Только не говорите, что он улетит опять. Кто такой грустный был, кажется, а теперь уже такой весёлый. Блин. О, сундук в первый раз. Оно вообще класс. А там, в общем, эти вот напитки, да? И монеты. Хорошо. Новое достижение. Какое-то жуткий замок. Нечастое. Ха, прикольно. Так, вот опять, короче... О, мы синий ключ нашли. Вы же там помните, сколько синих дверей, да? Класс, вообще. Так, получается... Синий ключ мы получим. И можно теперь будет возвращаться по карте там куда угодно почти. У нас там много мест, которые мы не могли открыть до этого, да? Ну и третье яйцо. То есть мы уже больше половины яиц собрали. Отлично. А крепость эту мы разрушим. Чтоб неповадно было. Но он всё-таки улетел. Но ненадолго. Я вам это обещаю. Куда-то какие-то горы полетел. Там снег везде. Полодно. А вот нам показывают плюс 100 монеток. Поздравляем. Ты спас третье яйцо. И синий ключ. Отбирает все синие врата. А ещё красный ключ будет. Ну ясно. Так, ну что, давайте посмотрим, где у нас вообще синие врата есть. Тут жёлтые, вот синие. А я сюда не могу прийти пока, да? Ага. Сначала. А, жёлтый, кстати, я жёлтый могу. Я избыл, что сюда можно было пойти. Класс. О-о-о. То есть тут теперь можно идти вообще в любые стороны, да? А ну-ка, что здесь у нас? Ха-ха, 38 мощь, слушайте. Я сюда должен был пойти ещё в начале игры, наверное, там во втором или каком-то обзоре. Ай, класс. Так, ну даже не знаю, что с ними делать. Вместе. Ха-ха-ха. Просто вот раз и всё. Ха-ха-ха. Обалдеть. Да, я точно сегодня много уровня пошёл, потому что вот такие лёгкие попадаются. Я просто даже не думал, что сюда нужно идти в эту сторону. Потом по сюжету открывались уровни дальше, как бы я их проходил. Вот как бы, ха-ха. Такое бывает даже. Ну, это ж первая врата, кажется, да? Вот у нас ключ жёлтый был. А теперь вот, эээ... Сейчас дальше в синие врата будут. Ну, давайте уже, я, в принципе, дойду сюда. Раз такое дело. Мощь 66. Напугали кота сосиской. Так, а тут три этапа. Ну, блин, да, это будет типа долго. Видите, он по всему на нас урон. Потому что реально сплэш на нас ухрет. То есть вот этой вот своей палкой новой. Так. То есть не по одному персонажа, а сразу по троим. Класс. Так, ну тут, конечно, такой типа большой. Будет с ним немного повозиться. А вот сейчас я не захотел по всем сплэш нанести. Поэтому меня даже будут бить на 20. На 22. Круто. Даже лиситься не буду, слушайте. Так, он там заряжается. Пускай заряжается. Мне он не мешает, да? Можно было мотить, да полечиться. Да, не нужно это здесь все. Ох, сколько их много здесь, а? Да-да. Ха-ха, красота. О, да, полечился так полечился. Один остался. Да еще и заряжается. Ну, красава. А давайте его так перцем. Поперчим. Опа. Межданчик прилетел. Ну да, 113 тысяч очков данный рекорд. Ну и самые простые базовые ресурсы. Вот как-то так. Так, и сундучок. А там... Дайте мне его открыть. Монеты. Лечебный напиток. Так, и вот синий ключ я ж могу открыть. Да, теперь опять принимается. А красный не могу. Там вон люки, видите? Анимации. А, ну тут фактически тупик. То есть я потом просто, когда возьму красный ключ, получу после следующего яйца. Просто этот, как бы, уголок дообследую. И все. Ну давайте, вот я даю еще два вроня, как раз вот туда. Сындук еще один возьму. О, ну тут уже, видите, уже, как бы, после синего ключа, после синих ворот уже чуть сильнее противники. Ну это не значит, что мне нужно там переживать за что-то. Что-то реально переживать не за что. Ого, броня. Ну да, броню у меня там куча. Еще и щит накинул. Так, ну, буду бить. Что делать? Можно там какого-то тоже подбить. По идее, они следующим ходом, наверное, упадут. Хотя нет, наверное, я полечу сначала. Слушайте, взяли всех, кто били меня. Вы чего вообще? Так. О, вот, отлично. Я хотел, как раз, вот, полечиться. Опа, и тот сам. Ну, не там, кто, с помощью этих корней погиб. Тоже базовые ресурсы. Так что, не страшно, что мы все получили. Так, ну, и последний уровень на сегодня. Это тоже 100%. Тоже сила 152. Наши старые знакомые. Вот так они все выглядят. Привет, братва. Поскучились? Я думаю, не очень. Самое интересное, его бьет больше всех Матильда, потому что от обычных атак у него броня, а вот от корней брони нет. Да, хотя, в принципе, и от Чака тоже брони нет, да? От магического ворона. Только от Рэда. Не, ну такие они, противные, вы видите, там, пытаются что-то сделать. Опа. И вот так. Эх, чуть-чуть. Ну, ты тоже зарядился. Чего ты не хочешь? Я даже перец не буду использовать. Зачем? Впереди еще две волны. Мне кажется, третья будет совсем слабенькая. Вот этот первый он в броне, поэтому долго там мы с ним возились. Ого. Ого. Так, наверное, я по этому корню наряжу подальше, чтобы у них жизни там подровнять. Потому что они начнут сейчас кастовать. Пускай, мне только на руку. Короче, что-то я там с ними делал. Добьет его корни. Ай, не добили, вы поняли. Чак, держись. А-а-а, вот это они, конечно, лупил у него. О, ладно. Что ж, бывает. Ух ты, опять эти со щитами, да? Я думаю, они, конечно, будут сильные. Так, полечусь сразу. И давайте сделаем вот так. Моя любимая комбинация. Ох, блин, броню у них, конечно. Так. Ну что ж, продолжаем. Там жизни уже осталось до чего-то. Я думал, там будете кастовать друг на друга что-то. И вот так. И все. Я жалю, что последняя волна для меня кажется самая-самая простая. Так, в следующий раз нужно будет вообще найти, куда мне дальше бежать. Ну вот, такие лесы. Все, дальше с этой стороны тупик. Там красный ключ нужен для красных ворот. Поэтому в следующий раз мы, наверное, куда-то сейчас все посмотрю. Вверх потопаем, да? А, еще ж сундук можно открыть. Точно. Не-не-не, подождите. Не туда. Я хочу сундучок получить. Да как мне его получить, слушайте? Не могу на него нажать. Он там прыгает. Не, а что, я не получу его? Блин. Странно. Ладно. Потом разберусь, короче. Там все равно ничего ценного быть не может. Только ресурсы какие-то. Так, у нас ворота синие. Здесь открыты. Где? Где-где-где-где-где-где? О, вот сюда нам нужно, да? Вот сюда мы потопаем. Наверное. Или нет? Короче, будем решать уже в следующем обзоре. А что вот это такое? Какой-то рогатый демон. Он что там охраняет? Как к нему вообще попасть? Копьевец, не знаю. Ладно, друзья. Все остальное на следующем выпуске. Если вам нравится ангиберс наши обзоры, то поддержите это видео своим лайком. Не забудьте подписаться. Не пропускайте новинки. Пока-пока, до новых встреч.